Привет, друзья! Эпоха меняется, столкнувшись с неизвестным, я буду говорить очень, ну так бы, акцентирую ваше внимание на важных фразах. Я даже себе шпаргалку написал. Во! А здесь у меня Homo futurus, человек будущего, эмблема нашей школы. А Homo futurus, человек будущего, вообще центр первый был создан у меня еще много-много лет назад, 30 с лишним лет назад. Да, когда еще пандемии не было, и когда вообще никто не говорил о том, что мы входим в новую эпоху, эпоху перемен. Да, тогда уже я задумывался о том, каким он будет, человек будущего, какими качествами и способностями должен обладать, чтобы сохранить жизнь на планете. Да. Ну, космическое мышление у товарища, как у Циолковского, да? Ну, что делать? Мы нормальные люди такие. Вот теперь слушайте. Эпоха меняется, столкнувшись с неизвестностью, и все призывают, что надо измениться. А никто определенно не знает, как и куда конкретно. А только рассуждают. При этом назидательным тоном, как будто точно знают, что надо делать. А на самом деле весь вопрос в том, что нужно научиться работать с неопределенностью. И здесь не помогут старые штампы и стереотипы, и подражательный рефлекс обезьянки, и старательность, старательность, которой многие люди высаживали себе диссертации, защищали степени, становились даже академиками и так далее. Не поможет. Потому что старая школа, повторяй, пока не получится, повторение мать учения основано на рефлексе подражания. И это формирует у человека определенный стиль поведения и принятия решений. Идти за авторитетом, ну и так далее. Человек будущего, человек новый, человек человечный. И в этом суть. Сейчас объясню. Потому что человек человечный – это человек, созидающий новое, как изобретатель, решающий задачи за счет творческого подхода, который заключается в поиске наиболее простого решения любой сложной задачи в любой сфере жизни через призму общечеловеческих ценностей, а не подражания стереотипов и авторитетов. Метод – ключ ко владению состоянием творца. Ох, как красиво! Ох, елки-палки, какой я молодец! Ну ты посмотри! Потому что ситуация всегда неожиданно меняется. Поэтому нужно развивать новое мышление. Мышление без штампов, на основе потенциала эволюции. Потенциала эволюции, которые в каждом из нас. Новое мышление. А что за потенциал такой? Это используя энергию стресса. Как страмплин для решения ранее неподъемных задач. Энергию стресса использовать. Этого никогда не было. Всегда пытались снять стресс, снизить стресс. Называлось управлять стрессом на самом деле упражнения йоги, медитации и прочее десятые. Никогда не было обучиться работать с неопределенностью. То есть обучиться использовать энергию перенапряжения, которая нас часто блокирует. И мы в этом стрессе, в этом страхе, в трансе находимся. А нам надо выйти из транса. Выйти из транса с помощью метода ключ. Выйти из этого гипноза. Да, постоянного мусора в голове. Когда мы пытаемся быть похожим на кого-то, подражать кому-то, меняются моды в зависимости от тренда. Человек выходит, как говорится, из своего собственного, индивидуального. Я, своей конституции пытается быть похожим на кого-то. А он же человек. А человек становится личностью, преодолевая страх и помогает ему в этом любовь. Когда есть во имя чего, когда есть за что, когда есть смысл для чего, человек становится личностью. И вот смотрите, вот этот метод ключ, он как раз таки основан на приемах идеорефлекторных. Это приемы такие, когда ты хочешь представить себе что-то, у тебя автоматически включается это. И приемы механические, повторяемые действия, которые автоматически снимают напряжение. Вы это знаете. Моя формула. Повторяемые действия снимают напряжение. Уже десятки лет гуляет по миру, и все ее повторяют. Да-да, конечно, повторяемые движения снимают напряжение. Конечно, уже все давно знают, что отсюда пошли четкие, повторяемые молитвы, мантры, танцы. Очень много чего отсюда пошло. Да, вот сейчас на же... Вот интересно, что у нас есть впервые в мире, кто знаком уже с методом ключа, самые главные моменты, самые главные моменты заключаются в том, что там есть разгрузка и перезагрузка. Как научиться использовать энергию стресса, как стресс-трамплин для своих новых достижений. Есть, есть. Потому что новый век требует как раз таки этого. Не просто снимать стресс. Просто снимать стресс, человек выпил и снял стресс, понимаете. А вот использовать энергию стресса для здоровья, творчества, долголетия, долголетия. Сколько я смотрю сейчас разных сайтов, сколько видеоматериалов. Извините меня. Такую чепуху гродят. Ну, просто невероятно. Ну, просто невероятно. Ну, нужен же пример. Ну, ты яви собой пример, понимаешь. Ты покажи, вот как я показываю, например, что я тяжелый инвалид, а какой я счастливый человек. Как я занимаюсь живописью, я обучаю людей снимать страхи. Как я занимаюсь многими вещами, многими вещами, мастер-классы. Мы рассоздаем совместно науку человечности. Почему я придумал науку человечности? Потому что, потому что наука всегда идет впереди. Наука всегда идет впереди, а развитие человечества, как говорится, человеческих качеств отстает немножко. Да, наука идет впереди. Религии уже устарели. Ну, кто во что верит, пожалуйста. Я же не против. Выбирайте себе по совести, что вы хотите. Пожалуйста. Ну, наука нужна человечности. Мы вместе ее созидаем, потому что как раз-таки, когда человек делает по методике ключ, разгрузку, ключевая разгрузка, она основана именно в том, что ты подбираешь действия синхронные текущему состоянию. И именно в том ритме делаешь, как будто мама тебя покачивает, подбирая ритм, у тебя возникает вот эта обратная связь, и ты выходишь на состояние и шторма мыслей, и страха, паник. Ты выходишь в состояние порядка, а потом и нуля безмятежности. И в этом состоянии ты обретаешь сам себя. Ты начинаешь чувствовать и понимать, когда схлынул этот хаос, эта пыль осела, и ты вышел на ноль безмятежности, и ты становишься человеком. Потому что ты начинаешь понимать, кто ты, чего ты хочешь, как этого достичь наиболее простым способом. И ты развиваешь у себя в этот момент состояние Творца. Да-да-да, ты начинаешь видеть мир в целостности, а не зациклен в каком-то аспекте жизни, которых миллиард. По каждому аспекту можно писать сотни тысяч книг. А в этом состоянии безмятежности. Ты весь опыт свой жизненный, все свои пробы и неудачи, и удачи, и счастливые моменты, у тебя здесь сплавляются единую целостность организации и личности. Конечно. И делаешь потом перезагрузку, чтобы уметь иметь способность любой неопределенности при столкновении с неизвестностью мгновенно чувствовать, что и как надо делать, изобретать в момент новые решения. Да, поэтому старая школа, она уже отжила свое. Поэтому на самом деле все падает, все эти системы, потому что они были основаны на инстинкте подражания. Ну, учили как обезьян, делай как я, или делай как он. А вы делайте как вы. Да, вот это выучит наша школа Человек Будущего. Поэтому я вам хотел сказать, друзья, я, конечно, юморист, я, конечно, юморист, и могу относиться с иронией ко всему, и к самому себе в первую очередь. Но то, что я вам сейчас рассказал, как говорится, имеющий уши да услышит, это очень важно. научиться работать с неопределенностью. И вот я вам что скажу. У меня всегда так в жизни получалось, что я шел вопреки времени. Вопреки времени. Я первый придумал ключ. Это очень много лет назад. Я как раз таки делал это в Центре космонавтов, в подготовке космонавтов для моделирования состояния весомости у человека на Земле. Я первый выводил из острого шокового стресса пострадавших Каспийских, Кизляри, Беслани. Я учил их потом психологов военных. Я создавал же координационный совет для силовых структур. Да-да-да, я тот самый парень, который этим занимался. Когда я привел их всех начальников в себе, в Центр защиты от стресса в Москве, я сказал, ребята, давайте сделаем координационный методический совет. И они у себя в министерствах создавали. Все уже забыли, друзья. Да, все уже забыли. Но ничего. Есть вещи, которые никаким дождем, как такая печать, которая не смоется. Потому что по делам судите. По делам судите о людях. И когда смотрите интернет, спрашивайте у человека, который вас обучает. психолог какой-то, который там вещает назидательным тоном, как снимать стресс, и учит вас, и еще, и к тому же, еще у вас за это деньги берет. И вы спросите, а ты сам когда-нибудь был в экстремальной ситуации? Ты выводил людей из шока, когда они не слышат психолога? Какими действиями ты выводил оттуда их? Да, и окажется, что как раз-таки этими повторяемыми действиями, думая, о чем думается. Ну, конечно, это же я придумал. Послушайте, вместе со мной работали моя дочь Шейла Алиева и Ален Алиев, Ален Хасаевич. Почему я про них говорю? Потому что Ален сейчас работает в Дагестане. Тоже волнительный очень регион. Наша, наша, Российская Федерация. Российская Федерация. Обращайтесь к ним, он вам поможет. Шейла работает у нас в Москве. Они мои соавторы, самые первые ученики. А теперь у меня много-много учеников за эти годы. И в Красноярске, и в Магадане, и в Череповце, ну, где угодно. Есть ученики, которые за эти годы шесть школ я провел по 20 дней, еще до 90 какого-то года, которые приезжали ко мне в Центр саморегуляции человека, Homo Futurus, в Дагестан, в Бахачкалу. Да, и потом они рассыпались по всем городам и весям. Да, очень в разных странах работают. Да, переписываемся. Есть достойные, достойные ученики, специалисты, которыми я могу гордиться. Да, есть. И в нашей школе тоже есть. Еще раз я повторю. Надо в эпоху перемен учить человека быть изобретателем. Учить человека состоянию Творца. Состоянию Творца. Да, об этом говорил Альшуллер, учил своих учеников. Первые ученики Альшуллера у меня учились. Все очень выдающиеся изобретатели, очень выдающиеся во всем мире их знают. Да, я хочу как раз таки Калошина пригласить в следующий раз. Он мне обещал. Сейчас он занят проектом очень серьезным. Он тоже создал идеальное решение и так далее. В общем, я хочу пригласить, чтобы мы с ним поговорили, чтобы он рассказал, как говорил Альшуллер, великий Альшуллер, как он говорил. Никаких авторитетов, никаких вот этих вот стереотипов. Да, и когда Калошин первый раз применил ключевые приемы, сказал, о, это то состояние, о котором говорил Альшуллер. Ну, конечно, был бы сейчас жив Альшуллер, но бы мы обнялись. Да. Готов обняться с любым человеком нормальным, нормальным, а больным мы поможем выйти из этого болота стрессов, страхов, паник, стереотипов всевозможных, подражательных рефлексов, инстинктов. Из инстинкта выживания на потребность созидания. Мы поможем. Я почему так пафосно сейчас говорю? Не только потому, что я юморист, не только потому, что я немножко так вот полушутя, можно сказать, как хотите, думайте, но умеющие уши, да услышать. Поэтому, поэтому, друзья, человек, будущее, это человек, человечный. Вот оно где. Это человек, созидающий новое. Созидающий новое. Я определил здесь. Можете прочитать еще раз, переписать, запись будет висеть, который решает любую задачу, то математическую, или бытовую, или межличностную, или личностную, через призму общечеловеческих ценностей, который я написал в одной строке, в строке любовь, сопереживание, сострадание, чувство бесценности живого, коллективное творчество, созидание. Ну, там много этих слов, которые мы вместе должны определить, как научные понятия, чтобы не было из-за этой расплывчатости сегодняшней многотолковательности, которая случилась со всеми религиями. А у нас наука. Наука. Вот. Четкие, определенные понятия. До встречи, друзья.